эмоциональная грамотность это основа это основа мудрости то есть давно забытого понятия которое куда-то исчезло в нашем мире то есть люди люди получая образование получая информацию определенно становятся умными а мудрость мудрость как-то ну что это такое мудрость никто объяснить тебя не может и никто не объясняет и просто она просто из образования исчезла то есть ее не существует а куда она делась и что это такое ну допустим интуитивное чувствование вместе с опытом и знаниями это вот мудрость то есть когда человек не просто что-то происходит он так и в памяти своей библиотеку берет и так шуфлядки там чуть-чуть и находит о знания нашел это то-то 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 это школе школы мы знаем да вот это все задание сделал или что-то там случилось он идет в интернет папа это 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 то есть фактически то на ней нет человек за всю свою жизнь не создает ни одной собственной мысли он и потому что как бы ну полностью опирается на коллективное подсознательное и библиотеку созданную научным институтом вот то есть он есть такое есть такой институт который из поколения в поколение передает сувени передачи да вот знания и они вот умирают уже академиками становятся рождаются молодые становятся и так вот крутится у них и все это институт работы кормит определенным если по старому говорить определенную касту жрецов вот так то есть вот так то есть и никто почему-то не обращает внимание в этом научном институте что существует такое понятие как эмоции то есть не учат этому ну вот ну вот нет этого ну злость ревность завистью существует это для литературы это могут высокие там пушкины и лермонтовы рассказывать эти все сказки а для науки серьезно это как бы несерьезно чтобы несерьезно что такое несерьезно если это в человеке есть если существует понятие психиатрия которая говорит о том что там есть стресс есть шизофрения есть туда-сюда слушайте а где же наука о том что в нас постоянно происходит а в нас происходит что побежали мы в магазин как ошалелый у нас на кармане там какие-то денежки есть и начинаем думать как бы что-то купить туда-сюда нами править желание что-то купить или у нас в голову вошло там что-то получить это желание это эмоция да прежде всего возьмем сначала чтобы отделить вот есть такая грань эмоции и чувства чувства это вот дотронулись мы почувствовали запах почувствовали зрение слышим ушами вкус то есть органы чувств если есть значит это чувство а эмоции это реакции организма которые тоже имеют определенное умещение упунктовение в нашем теле как слух в ушах зрением глаза также эмоции имеют до злость если вы почувствуете чувствует когда-то злость такую открытую такую не прикрытую страхом ничем просто злость волна она отсюда приходит вот такая волна вот здесь живет там же душа там где сердце там все живет здесь живет злость эгоизм вот здесь живет вот здесь я я это уровень это придумала природа это процессе эволюции все это живет в животном мире также существует и ревности зависть и злость и желание и вот чтобы знать эти чувства человек нужно показать нужно знание а их не современном западном мире их нет понапридумывали всякой чуши которые не могут сами разобраться а простых вещей просто никто никого не учит и ладно бы если бы хотя бы что-то было и образовывали как бы сказать специальных жрецов для того чтобы они следили за этим и лечили людей деньги на этом зарабатывали так смысл в чем что не надо чтобы учить кого-то чтобы лечить нас зачем если можно всех учить эмоциональной грамотности и все будут принципе грамотным и не надо будет нам жрецов не надо будет нам этих которые приглаживают после стрессов приходят садишься на этот самый и рассказываешь исповедуешься как батюшки исповедоваться чтобы выкинуть из себя все а потом ой как хорошо скинули это самое дурь все так вот если эмоциональную грамотность распространить на все население и показывать что есть злость например с малолетства где желание где это где это показывать и человека понимает да как он живет и тогда когда ты видишь эти эмоции она так действует что они просто растворяются а если бессознательно и их они в тебе появляются они будут бесконечно вот так крутиться в комком как программа запрограммированный с детства человек на эмоциональной реакции павла собачек резал сына у них течет и на основе это книжку писал и вот он писал о собачках а люди что не собачки так вот для того чтобы эти эмоции исчезли перестали доминировать от человеческий разум начал ведущую роль играть то есть человеком настоящим нужно чтобы знать не побеждать там себе весов демонов то есть которые вот эту за эмоциями этими прячется не побеждать азна знать и где вот это так вот это так чё ж ты выдолбиваешься весь такой такой ой ой сори сори ничего в этом хорошего нет что реакции тела бесконтрольно происходит неподконтрольному человеку как так можно и вот когда человек с детства все это понимает он просто живет в другом мире он уже не знает что это это всему подконтрольно вокруг него даже эмоций этих нет ни зависти ни ревности ни злости ни желания ничего нет можно их включать вот хочу этого да да и достигнуть эту цель но это же сознательно они животные просто ломишься как слон для того что у тебя потому что у тебя там что-то такое ущемленный эгоизм это вообще страшная вещь сколько мы вокруг видим каждый день встречаемся с людьми это сама где вскипает вот это говно вот это ущемленного эгоизма это же эмоция эгоизм можно в образе льва это представить внутри сидит или львенок страшеный или картенок или чертенок влазит только показывать не трожь меня это все животное так вот нужно искать науки эмоциональный грамот и самым лучшим выходом из положения это было заинтересовать наших многомудрых ученых которые деньги получают за это чтобы они создали систему эмоциональной грамотности чтобы не описали это все и чтобы они сделал дали это все в образование во все образование они только выше для тех которые должны потом лечить не покатит ну так в этом живем когда нас лечат постоянно к тому не попадя лечит до бабушка приходит и по мозгам накапали отправили в аптеку далее она пошла верит она шьешь привыкли верить при приучили вере да и по вере твоей что каком мире живем так вот ребята эмоциональная грамотность это когда человек осознает происходящее в нем эмоциональное а это значит энергетически все имеет энергетическую основу прежде всего то есть если нам ученые говорят что для того чтобы процесс зрения происходил нужно сначала пустить энергию то есть наше тело должно излучение сделать как эхолот и потом глаз ловит отбитие только то есть видим мы так отражение также со слухом и мембрама есть звук идет колебания какой-то чистоты и мы их слышим определенную часть также и здесь с эмоциями зло эгоизм желание то есть это все для понимания нужно искать искать эмоциональную сторону в своей жизни нужно понимать что существует эмоции он взять их выписать зависть ревность любовь эгоизм злость желание и смотреть вот я я плыву на волне желания окей добро одно то что а с самоосознание достаточно чем года молитву лбом разбивать себе лоб момент самоосознание вот эта истина в этом и заключается это вся просто так как только ты разглядишь эту эмоцию не в другом но можно в другом для начала ну там в себе вот когда ты разглядишь в себе когда она растворится и отдаст тебе энергию всю потому что весь мир энергетичен и наши эмоции это отдача нами добровольное донорство этой энергии то есть мы ее излучаем налево и направо потом удивляемся почему у нас слабости такие почему это самое тупые потому что эмоционально неграмотные это основа мудрости основа интуитивного по постригания по видению мира интуитивного видения мира посмотрел на это не надо описывать просто он понял 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 все можно понимать и начинается процесс интуити развития интуиции в человеке который приводит к мудрость понимание этого мироздания что вокруг тебя происходит нужно просто понимать эмоциональное и запомнить эмоциональная и грамотность